Несколько лет работает с московской командой, но пока никак не может с ней выиграть чемпионат премьер-лиги. Может быть в этом году удастся и состав хозяев площадки. Номер 4-й Жасмин Томас, номер 5-й Ульяна Шулепова, номер 6-й Екатерина Снытина, номер 7-й Виктория Соловьева, номер 8-й Елена Волкова, капитан команды, номер 9-й Дарья Ежова, номер 10-й Александра Столяр, номер 11-й Анастасия Лагунова, номер 13-й Светлана Махлина, номер 14-й Глори Джонсон, номер 15-й Юлия Киселева, номер 24-й Алина Замараева и еще один игрок сегодня появится на паркете. Впервые в этом сезоне за основную команду будет играть игрок молодежного состава Ксения Кузьмина. Главный тренер команды Дмитрий Донсков и его помощник Владимир Крашенин. Ну, несмотря на то, что вот в таком полном составе мы сегодня назвали и Екатерину Снычину, и Анастасию Лагунову, к сожалению, в сегодняшнем матче они не смогут принять участие в обеих травмы, и будем ждать скорейшего их выздоровления. Зато все в порядке у Спарты НК. Команда готовится к финалу 8 Евролиги. Команда, которая уже несколько раз выигрывала этот самый престижный турнир клубной Европы, но в прошлом году титул достался Валенсии испанской, и Спарта НК, конечно, хочет вернуть себе этот титул. Поэтому все внимание сосредоточено именно на подготовке к этому финалу. Ну и сегодняшний матч скорее такой, как этап подготовительный для подмосковной команды, хотя и в турнирной таблице Премьер Лиги далеко не все безоблачно. Для гостей, сегодняшних гостей Вологды, команда занимает 4 место, 4 поражения у Спарта НК. Многовато для столь грозного и мощного клуба, но зато в активе есть победы над УГМК из Екатеринбурга, действующим чемпионом Премьер Лиги и лидером нынешнего сезона. Так что потенциал просто колоссальный у сегодняшних соперниц Вологды. Тем интереснее будет посмотреть на их фоне за Вологодской командой. Тем более, что в матче первого круга борьба была нешуточная. И надо сказать, что первую половину матча видно. Володыч Ваката даже выиграла, лидировала по итогам первых двух четвертей. Но в концовке, как и подобает классному клубу, все было решено в пользу Спарты. Посмотрим, как будет сегодня. В любом случае, вначале, уверен, борьба должна быть. Правда, в том матче хочется сделать небольшую оговорочку. А, скажем так, основное количество очков набрали именно лидеры, которых я называл. Это Екатерина Осныкина и Анастасия Лагунова, которых сегодня не будет. Поэтому наверняка нас сегодня ждет немножко другой матч. Но, может быть, посмотрим, тренерский штаб как-то дыры и нападения в защите сумеет прикрыть. И смотрим стартовые пятерки уже на площадке. У Вологды Чавакаты. Киселева участвует в спорном мяче. Киселева, Джонсон, Томас, Махлина и Волкова. Такая стартовая пятерка хозяев площадки в сегодняшней встрече. И посмотрим, выставят ли своих сильнейших сразу на площадку. Главный тренер Аспарты НК, Попки Чатман. Бекки Хамон, разыгрывающая, знаменишая в составе Аспарты НК на площадке. Она была как раз сейчас с мячом. Кэндис Дюпри. Это баскетболистка одна из лучших на подборе, под счетом. В Америке на хорошем счету она и в женской национальной баскетбольной ассоциации. В 2009 году второе место по количеству подборов заняла. Это, конечно, говорит о многом. И как раз Дюпри сейчас выполняет штрафные броски. Первый фолл. Забыл Вологды Чаваката. Центровая Вьеру начинает этот матч. Естественно, Агастус. Лидер Спарты НК. Также на площадке. Евгения Белякова, пятый игрок в этом стартовом составе. Вот в таком виде команды начали эту встречу. 2-0. Пока впереди гость. Волков в проходе под кольцо. И им удается донести мяч до корзины. И тот немного подумал, все-таки опускается внутрь этой окружности. И счет равный 2-1. В общем, да, тут ошибочно на табло. Второе очко приписали из партии НК первоначально. Но вот сейчас справедливость у вас торжествовала. 2-1. Да, один штрафной всего лишь. Забило Дюпри. Кстати, по поводу травмированных. Сейчас как раз с мячом Глори Джонсон. И ее вот с предплечьями что-то, видимо, тоже не все в порядке. Судя по повязкам. Набирает первые 2 очка Джонсон. И возвращаясь к матчу первого круга этих команд. Если мы говорим о том, что с Нытина Екатерина в том матче блистала, то Глори Джонсон как раз тогда еще не набрала всю свою мощь. Сейчас, конечно, в гораздо лучшей форме. Находится в своем боевом состоянии. И признанный уже, в общем-то, лидер команды на сегодняшний день. Никем это сомнению не подвергается. И поэтому надежда, в общем-то, в первую очередь на нее. Ну и многое будет зависеть, конечно, и от центровой Юлии Киселеви, которая сейчас с мячом. И фолл на ней зарабатывает Веру, игрок сборной России. Молодая еще достаточно баскетболистка. 23 года Веру, но, тем не менее, это уже игрок сборной. Прошел сезон в Словакии. Она отыграла в чемпионате Словакии, стала чемпионкой этой страны. Но в этом году вновь вернулась обратно в видное. Спарта вообще получается у нас какая-то сборная мира. Игроки сразу нескольких национальных сборных в ней представлены. Есть и США, и Франция, и Испания, и Сербия. Ну и, конечно же, Россия. Оттого сегодняшний матч болельщикам наблюдать только интереснее. Настоящий интернационал в Подмосковье собрался. Команда, кстати, молодая. Для тех, кто, может быть, не очень часто следит за баскетбольными матчами. Стоит, наверное, сказать об этом клубе отдельно. Всего лишь в 2005 году Спарта НК была создана. В Подмосковье как раз тогда было такое веяние создавать команды. И много в Подмосковье и мужских клубов возникло, и женских. Но Спарту НК Калманович, такой небезызвестный бизнесмен, ныне, к сожалению, покойный, создал команду. Большой поклонник баскетбола и очень много средств. И сил вкладывал он. Тогда еще «Спартак» команда называлась. И, в общем-то, очень много звезд было изначально приглашено в команду. И не случайно, что два года подряд выигрывали чемпионат России баскетболистки «Спартака». Ну и затем четыре года подряд и Евролигу также выигрывали. Ну и название сменили свое в 2009. Там была такая целая кампания. Общество «Спартак» по защите своего бренда. И вот подмосковному, вновь созданному клубу, пришлось отказаться от этого названия. Но такие очертания все-таки сохранили в названии «Спартака НК». Он теперь называется «Команда Вина». 6-3 тем временем счет. Пока неплохо начали в Олажанке. Этот матч отрабатывают в защите. Ну, сейчас фолом забивает. Агастус. Очень известная баскетболистка. Двукратная олимпийская чемпионка. Чемпионка мира в составе сборной США. Первый номер драфта 2006 в женской национальной баскетбольной ассоциации. Лучший новичок того же сезона. В женской NBA. Больше 22 очков среди. Набирает она за матч в NBA. Но показатели результативности в России чуть скромнее. Вот и американки в этом сезоне. Они не такие уж и впечатляющие. Но, тем не менее, позволяют быть лидером своей команды. 13-9 очков среди за игру. У той же Глори Джонсон, лидера Челокаты. Результативность чуть выше, между прочим. Вышел мяч сейчас за центральную линию. И поэтому будет он отдан Челокате. Четыре минуты сыграно в этом матче. 6-6. Киселева. И пробежку совершает Махлина сейчас. Получила мяч, стоя на месте. И затем без введения пошла вперед. Сделала шаг. А это квалифицируется как пробежка в баскетболе. Но Фегастус с разворота бросает. Сравнивали, кстати, эту американку. Еще в пору ее школьной баскетбольной карьеры с Майклом Джорданом. Ну, понятно, что тяжело с летающим Майклом состязаться с женщинами. Тем не менее, в масштабах женской NBA. Это, конечно, игрок очень заметный. И чемпионка она. Женской национальной баскетбольной ассоциацией в составе своей команды. Все семь лет, кстати, за Миннесоту выступает. Вновь Фегастус. Атакует. На этот раз точно со средней дистанции. Два очка очередные набирает. И всего семь в ее активе. А Спарта НК набрала восемь. Вот, в общем-то, и судите о вкладе этой баскетболистки в результат своей команды. Это Волкова издали трехочковый мяч кладет в корзину. А 11-8 пока пытается, пытается наравно сражаться Вологда Чаваката. И это получается, по крайней мере, в первой половине, первой четверти. Пытается на перехвате сыграть Елена Волкова. И, задевая это на руку Агастус, персональное замечание получает. Третий фол уже у Вологда Чаваката в первой четверти. И лишь одно персональное замечание у гостей. Оно в пассиве Вьеру. Хамон. Издали точный бросок. Бросок великолепный у Бекки. Извеченшая баскетболистка. Я думаю, поклонники баскетбола прекрасно ее знают. С двойным гражданством. Американка в 2008-м получила она и российское гражданство. И уже медали завоевывала в составе сборной России. И, что интересно, награждена орденом за заслуги перед Отечеством. Второй степени российским орденом. Интересная сейчас борьба была между Симон Агастус и Юлией Киселевой. Сначала под счетом волокжанок, затем уже под счетом соперницы. Ни та, ни другая не уступили друг другу. Было интересно наблюдать. Тем более, что рост обеих спортсменок примерно равный. И вновь неточный бросок Симон. Кстати, говорили по поводу Ребекки Хамон. Не исключено, что нынешний сезон в национальной сборной для нее был последним. Как на днях высказался новый наставник национальной команды Альфреда Звайнаускас. Он подобрал, скажем так, спортсменку, вернее, имеют на примете, которая может вполне заменить Ребекку. Это Епифания Принц, тоже натурализированная иностранка, россиянка в составе, которая сейчас играет в Курском Динамо. Тем временем Магазус продолжает брать инициативу на себя довольно часто и без тени сомнения. Но этот распромах появилась тем временем на площадке Якубу Изабель у гостей. Еще одна такая интересная баскетболистка. Она первый год играет за клуб Извидного. В прошлом сезоне выиграла Евролигу в составе Валенсии. С французским паспортом эта девушка, хотя родилась она в Африке. Ну, таких много игроков в составе, так как французских клубов, так и французской сборной. Бывшие колонии продолжают снабжать эту страну, в том числе и спортивными талантами. 11-11. Долго уже не меняется счет на табло. Три минуты еще играть в первой четверти Юлия Киселева на линии штрафных. Первый промах. На разминке много внимания уделяло как раз пробитию штрафных Юлия. Там все получалось. В игре пока 1-1. Реализация штрафных бросков. Ну, как говорится, курочка по зернышку. В баскетболе это очень актуально. Одно очко, это тоже хорошо. 12-11. Вновь впереди Чаваката. Александра Столяр появилась на площадке. Вот на ней, наверное, сейчас Фалит. Соня Петрович. Это ошиблась. Тоже она не в стартовой пятерке начинала этот матч. Сербская баскетболистка. В последних матчах нередко она и в стартовой пятерке выходит. А на площадку у Спарты Антка. Но сегодня у ЦСК Менщики. А запасных пока выход ее не слишком. В общем, успешен лишь фол. Смогла заработать пока. Виктория Соловьева тоже у нас появилась в игре. Еще один молодой игрок. Все чаще стала она появляться на паркете. Это значит, что тренерский штаб стал больше доверять молодежи. Ну, вот Якуба набирает первые два очка. И выходит вперед в этом матче Спарта Антка. Впервые с первой минуты этой встречи, когда первые очки набрали гости. Томас забрасывает свои два очка. Практически без помех атаковала. Хамон не успевала ей помешать. Ну, сейчас атаки фактически без защиты идут. Выпускают своих игроков в защите и подмосковные баскетболистки, и Волокжанки. В итоге достаточно легко набираются очки. 14-15. Ну, теперь Джонсон забыли в трехсекундной зоне. Тут же доставлен ей мяч. И из-под кольца набирает очередные два очка. Глорой всего в ее активе шесть очков. Она второй игрок матча на данный момент по результативности после Агастусу, у которой семь набранных очков, и которая пока отдыхает на скамеечке для запасных. Длиннейшая скамейка у Спарты Антка. На два классных состава набирается игроков, поэтому могут себе позволить такую роскошь, как усадить спустя пять минут матча Агастус на скамеечку для запасных. Начинается концовка четверти. Минуту и девять секунд играть. Посмотрим, как этим временем распорядятся команды. Сейчас уже считаются атаки до завершения четверти. Петрович и Якубу из-под кольца. Против нее Томас оказалась. Конечно, размен был явно не в пользу хозяек паракета. Поэтому легко француженка отправила мяч от щита в кольцо. А это хороший проход. Вот уже в Вологодской на скамболистке Александра Столяр на хорошей скорости проходила под кольцо, но сама же, видимо, и не справилась с этой скоростью, но и свалили на ней еще. Есть возможность вновь вывести свою команду вперед у 10-го номера Вологды. Первый не точно. Сравниваем счет Столяр 17-17. Абсолютно равная первая четверть, но мы и говорили о том, что не спешит обычно форсировать события с командами, которые ниже по статусу, по классу, по подбору состава. Спарта НК и предпочитает решать исход встреч уже во второй половине. А в первой части матча он дает возможность поиграть и соперницам. Посмотрим, получится ли этот трюк и сегодня. Чуть больше 20 секунд осталось играть. Наверняка будет у нас не только одна атака, наверное, еще и две ответные. Соперниц. 5 секунд остается до броска. И чувакаты. И нужно атаковать уже Джонсом. Он из тяжелого положения забивает. Сейчас Глори. На последней секунде. С разворотом на 180 градусов. Выпрыгнула и отправила мяч в корзину. И тут же спешат в ответной атаке соперницы, но не точный. А бросок следует в исполнении Ники Барич. И со счетом 19-17. Команды уходят на первый короткий перерыв. Перерыв Волога и Чуваката. Ну и можно подвести, наверное, итог. Первые 10 минутки вкратце уже начали это делать. В общем-то, не в сильнейшем составе играя. Хозяйки паркета пока смотрятся очень достойно. И я думаю, болельщикам нравится. Пока баскетбол в исполнении хозяек зала. Ну а Спарта НК, это в общем-то, есть Спарта НК. Здесь в классе игроков сомневаться не приходится. Я думаю, они еще прибавят. Безусловно, по ходу этой встречи. Шумят сегодня не только вологодские болельщики. Приехали во дворец спорта и болельщики из Видного. Чтобы болельщики из других городов приезжали, поддерживали свои команды. Но вот сегодня мы их видим на трибунах. Тоже очень активно шумят. Здесь в комментаторской очень хорошо слышны их барабаны. К сожалению, в Москве и Подмосковье не так много болельщиков ходят на женский баскетбол. Если верить тому же протоколу матча первого круга, то всего лишь 500 человек присутствовали на игре Спарты и Вологды в матче. В первой половине чемпионата. Хотя такой состав, конечно, заслуживает гораздо большего внимания. Несмотря на то, что видное, может быть, не такой уж и большой город. Но тем не менее. С такими задачами команды достойно большего внимания поклонников. Пятерка у Вологжанок осталась прежней. В том же составе начинают второй период, что и первый. Елена Волкова, Юлия Киселева, Светлана Махлина, Глори Джонсон и Жасмин Томас. Ну а мяч будут вводить соперницам. Итак, 19-17, начинается вторая четверть и турнирное положение команд. Напомним, Спарта НК на четвертом месте находится. 11 побед, 4 поражения. Что касается Вологды Чувакаты, то шестое место. 6 побед, 9 поражений. Восьмерка, напомню, сыграет в плей-офф чемпионатом премьер-лиги. И вот 9-го места. В общем-то, довольно приличное. Преимущество Вологж Волочевакаты на 3 поражения больше у команд, идущих за пределами заветной черты. Это значит, что в оставшихся играх, чтобы не зависеть никаким образом от соперниц, Чувакаты достаточно выиграть хотя бы один матч. Но, скорее всего, может и этого не понадобится, так как вот сядер вряд ли выигрывает все три оставшиеся матча своих. И посмотрим на статистику, которую имеем к этой минуте. По результативности двухочковых бросков у Вологжи Чувакаты 64, 7 точных из 11. У Спарты НК 43%, 6 из 14. По трехочковым броскам чуть лучше пока выступают москвички. 33% у них, правда, был всего один бросок. У нас же было 5 попыток, но точным оказался тоже один бросок. Но статистика немного хуже, всего 20%. Ну, абсолютный игрок по абсолютным показателям 100% сейчас имеет Глори Джонсон, 4 из 4 двухочковых. Так что будем надеяться, что Глори этот показатель сохранит и до конца матча. Три удачных атаки у Вологжи Чувакаты в течение нескольких секунд. Сначала Элина Волкова набирала 2 очка, и затем Томас трехочковый отправил в корзину Спарты НК. И тут же тайм-аут вынужден набрать. А Поки Чатман... Причем очень интересно происходит тайм-аут. Сначала они общаются вместе с своим ассистентом, что-то объясняют друг другу, а потом уже подходят к игрокам. И вот здесь Поки сейчас видно, как эмоционально что-то объясняют своим подопечным. И давно она работает уже в Подмосковье, с 2008 года. И, как я уже говорил, с тех пор Спарта НК никак не может выиграть чемпионат России, при том, что выигрывали Евролигу несколько раз. И в той же Евролиге в полуфиналах обыгрывали УГМК, принципиальнейшего соперника в последние сезоны для этой команды. Клубы, в общем-то, между собой. Эти два решают, кому быть чемпионом. Но если в Евролиге удача на стороне Спарта НК, то во внутрироссийском чемпионате удачливый оказывается клуб из Екатеринбурга. Составы команд после тайм-аута не изменились. Все те же пятерки. Это значит, что пока тренеры игрой своих подопечных остаются довольны. Семь очков преимущества Вологда Чувакаты. После первой половины игры в Видном восемь очков Чуваката. Но, тем не менее, этого не хватило для победы в двух последующих десяти минутках. Минус пятнадцать. Такая была разница в счете для Вологды. И как следствие итогового поражения Агастус вернулась на площадку и промах ее после этого броска. Но сама же подбирает мяч после дальнего отскока. И теперь дальний бросок в исполнении Хамон. И отставание сокращается. 24-20. Выигрывала конкурсы по дальним броскам в Байке Хамон в свое время и в Женской национальной баскутбольной ассоциации. И она же в книге рекордов Гиннеса занесена, как женщина, забившая больше всех штрафных в течение минуты. 38 из 42 попыток. Вторая трешка в ее исполнении. Точная и заставляет этот бросок взять тайм-аут уже наставника Вологодской команды. Очень быстро нарастает преимущество. С 7 очков до 2. 24-22. И ответный тайм-аут. Здесь считали, кстати, 2 очка почему-то. Наверное, был заступ. Хотя с нашей позиции его не было видно. Сегодня немножко в стороне у нас сидит от скамейки запасных Екатерина Снытина. Тем не менее, за игрой наблюдает. Наверное, переживает не меньше самих девчонок за исход сегодняшнего матча. За то, что не может помочь команде. Если получится, поговорим с Екатериной по итогам первой половины встречи. Думаю, мнение ее будет интересно многим. Тем более, поближе она находится в площадке значительно. В сравнении с нами. Так что наверняка что-то эксклюзивное нам сообщит. Закончился перерыв. По одному тайм-ауту использовали тренеры в первой половине встречи. 24-22. Напомню, счет впереди пока Вологда Чаваката. И со своей половины площадки начинают атаку хозяйки зала. Что любопытно, пока тренерскому штабу и самим девчонкам удалось восполнить тот пробел, который наблюдается в последние месяцы. Это абсолютно катастрофический показатель по подборам. Как на своем щите, так и на чужом. Пока же он равный по 7, что у той, что у другой команды. Это не может не радовать. Как-то удалось команде найти, чтобы с подборами все было хорошо. Блокшот удается Елене Волковой. Не часто такое можно увидеть, чтобы разыгрывающий игрок команды делал блокшот. Ну, удачно подловила Петрович, которая значительно выше, кстати, Волковой. Ну, это же капитан. Капитан должен уметь все делать. Что Елена не разу доказывала в матчах. Тем временем, кстати, Хамон вышла в лидеры. По количеству набранных очков в составе гостей 8. И столько же у Вологда Чаваката набрала Глори Джонсон. Ну, это два самых результативных игрока на данный момент в этой встрече. Хамон. И дальний бросок Кузина. И, в общем-то, несвойственным ей делом занялась сейчас Кузина. Бросила из-за дуги и не попала. Вот вторая неточная передача в исполнении Елены Волковой. Все на ту же Юлию Киселеву. И во время броска мяч перехватывают соперницы. Садится Елена на скамейку, а вместо нее выходит Александра Столяр. Что-то друг другу сказали. Александра и Юлия Киселева. Наверное, тоже будут работать в связке. Легко получает мяч, выиграв борьбу с Маклиной перед этой передачей Агастус. И набирает еще два очка. Для своей команды сравниваю счет. 24-24. Легкий уже 9 очков. Посмотрим, чем Джонсон ответит. Идет в проход. Выбрасывал мяч из двух рук. И не долетел он до корзины. Ударился ближнюю часть дуги. К счастью, не травмировалась. Выбежала за пределы площадки. Потом также быстро влетела обратно в игру. Беликова издали. Не точно. Здесь нужно Киселевой бороться, что она и делает. Хотя вроде бы выиграла позицию у нее Виеру. Поставила спину в локжанке. Тем не менее, до мяча дотянулась именно Киселева. Камон. Вновь она доставляет мяч на половину площадки Волода Чаваката. И сама же завершает атаку. Не стала ни с кем делиться мячом. Оценила ситуацию. Пыталась Юлия Киселева ее прикрыть. Хотя у Беки не такой высокий рост. Не такая она высокая. Но тем не менее, как-то отправила мяч в кольцо. Точно. Не смугалась центровой Вологды. Ну, а Киселева, наверное, не до конца верила в то, что будет Камон бросать из-под нее. Вылетает сейчас мяч. Марины Кузиной. Что-то пока с прицелом произошло у Вологжанок. Уже какую атаку. Не могут они отправить мяч в кольцо. Вот, пожалуйста, только сделала сказать. Наконец-то Гори Джонсон приносит команде два очка. Ну, а вообще, эта серийность на протяжении всего сезона наблюдается у Вологды. К сожалению, проводит команда хороший отрезок, который почти всегда неизменно сменяет вот такой безголевой, скажем. Когда команда 3-4 минуты просто не может поразить кольцо соперниц. И все, что завоевано было до этого, непосильным трудом, как правило, оказывается растерянным. Постоял мяч на дружке. Интересный эпизод, да. Хороший трюк для цирка баскетбольного. 27-26. Выходит вперед вновь Вологда. Камон в проходе. В стиле как раз NBA такой проход. Пронесла мяч за кольцо и уже оттуда отправила его в цель. Смотрим повтор. В прыжке. Очень эффектно. А тем временем у нас... Столяр отвечает точным броском. 29-28. Вновь такой пошел. Обмен результативными атаками. Великого. Камон. Веру. Не смогла попасть, но подобрала сама же и повторным броском тоже мажет. Хорошо поворолись в защите. Вологжанки. Тоже важный эпизод. Очень активно сейчас подсказывает главный тренер Волода Чаваката. Своим подопечным. Практически сам находится на площадке. Если было можно, наверняка вышел бы и показал как надо. Тем временем фалит Юлия Киселева. Хотя вроде бы казалось, что ударила она не по руке, а по мячу. Вот смотрим. Внизу еще фалит. Кота пыталась вынести мяч вверх Веру. И Наталья будет пробивать два штрафных. Тем временем сменился у нас лидер в составе соперниц. По количеству набранных очков. Это Ребекка Хамон. 12. А у Вологжанок. На свои позиции возвращается Глори Джонсон. 11 очков. Веру первые свои очки набирает в этом матче. Первые два. Реализовав оба штрафных. И выводит вновь гостей вперед. 29.30. Три минуты, 40 секунд еще играть в первой половине встречи. Александра Столяр с мячом. Виктория Соловьева. И Джонсон хорошую позицию для него сейчас создали. И Волкова подбирает мяч под кольцом. И забрасывает его в цель. 31.30. Вновь чуваката впереди. Кондизь Дюбри. Много бросок. Много решила подбирает по чужим кольцом соперницы Вологды. Ну и вот результат. Со второй попытки забила американка. Это уже Вологодская американка. Томас с мячом. Хорошо развернулась на видении, но не попала. Не попала в кольцо. Немножко, наверное, координации все-таки не хватило и в этом эпизоде. Марина Кузина. И вновь подбор за Аспартой. Не смогла резервовать трехочковой, но напарница по команде помогла все же мяч заставить в корзину. Дюбри с фоллом забивает. И есть возможность у нее еще одно очко набрать. В этой атаке с линией штрафной. Что она делает? 31.35. Ну вот подзанес первой половины. Уходит вперед Спарта на 4 очка. Если помните, плюс 7 было для Чувакаты. Спустя 2,5 минуты после начала второй четверти. Глори Джонсон сокращает отставание. 33.35. Глори Джонсон не сдается и показывает пример другим. 13 очков в ее активе в первой половине. Очень хороший показатель. Адюбри выходит мяч. Сейчас за лицевую линию и будет возможность провести атаку у Вологды. Минуту 57 еще играть командам в первой половине встречи. Волкова. Встали в зону защитную сейчас соперницы. Вновь выводит слева на атаку Джонсон. На этот раз с Американка мажет. Петрович издали и не рассчитал свои силы. Но там есть Кузина, которая подбирает и отправляет мяч без помех в кольцо. 33.37. Жаль, что не было там подбора. Волокжанки были, наверное, уверены, что мяч достигнет своей цели. Поэтому даже не пытались что-либо сделать. И Марина Кузина с легкостью этот мяч забросила. Отличный сверхдальний бросок Томас. Наверное, метра на полтора она еще отступила от дуги. И, тем не менее, мяч лег точно в цель. И опять на последней секунде атаки. 40 секунд еще играть. Во второй четверти. 36.37. Этот бросок как нельзя кстати был, Томас. Чтобы не отпустить далеко соперниц перед большим перерывом. Нужно времени на две атаки. Посмотрим, сколько быстро будут атаковать подмосковные баскетболистки. Ошиблись они. Волкова сама бросает и не забивает. Но имела право на бросок. В общем-то, никто и не мешал. Но нужно, конечно, забивать такие вещи. Но и вот результат. С фолом забивает Дюпри. 36.39 и еще один бросок с линией штрафной. Тайвальд берет Дмитрий Гонсков. Нужно расчертить команде, как действовать после этого штрафного броска. Ну и опять мини-совещание тренеров-гостей внутри площадки. Но баскетболистки терпеливо ждут, что же там решит тренерский совет. Ну что ж, можно подводить, наверное, итоги. Итоги первой половины встречи. Пока минус три. Отставание Волок до Чавакаты. Но равный баскетбол. Все, что могут Воложенки делают. Да, где-то, может быть, в каких-то атаках хотелось бы большего. И были шансы набрать очков чуть больше. Но и этот результат совсем неплох. 36 очков против Спарты. Вполне приемлемый результат. Еще бы чуть меньше пропустить. И было бы совсем оптимистично. Но, опять же, помним мы, что вторую половину сегодняшней соперницы Волога проводят всегда очень мощно. Поэтому неплохо бы иметь запас очка большого перерыва. И его-то как раз создать и не удалось. Ну и вот такой результат еще раз доказывает, что неважно, сколько в твоей команде звездных игроков. Все-таки баскетбол – это игра именно командная. И здесь зависит результат именно от всех спортсменок. Нужно подбирать мяч, конечно, в концовке четверти. Но такое ощущение, что были не готовы к этому промаху. Опять Воложенки. Уже держали в уме комбинацию, нарисованную тренером. А она, видимо, начиналась из-под счета. И вот сейчас будет тянуть время КБК Хамон. На последнем будет держать мяч, конечно. 5 секунд еще есть на атаку. Дальний бросок. И нужно здесь подбирать обязательно. Он был не точным, хотя скамейка запасных. У Спарты очень восторженно эту атаку встречала. Уже даже поднялась. Но, к сожалению, не получилось. Итак, закончилась первая половина этой встречи. 36-39. Пока Воложево выступает в Спарте НК. Давайте немного отдохнем вместе с баскетболистами. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Но несколько ошибок при подборе нам сняли с ушей, можно сказать, с мяч. И в итоге несколько лишних очков пропустили, поэтому «Спарта» ушла на перерыв с небольшим преимуществом. Первые два очка «Чубоката» набирает уже в начале второй половины встречи. 38-39 становится счет. Нет желания на площадку выйти? Это желания всегда есть. Всегда трудно сидеть за пределами площадки, зная, что ты не можешь ничем в данную секунду помочь своей команде. Это всегда трудно игроку наблюдать со стороны за игрой собственной команды. На ваш взгляд «Спарта» ведь не на максимуме далеко играет пока. И запас еще довольно большой прочности. Ну, я хочу сказать, что ту игру они тоже с нами так же играли. Не знаю, на каком-то расслабоне или просто не концентрируются на нас на 100%. Значит, у нас есть шанс выиграть. Вот и все. Есть ли потенциал еще у наших девушек добавить? Я думаю, да. Было видно, что мы можем добавить. И есть моменты в зоне поиграть спиной хорошо. Если Киселева включится и полетят броски, я думаю, все реально. Маловато подборов под чужим щитом. Не показалось вам? Была в первой половине встречи. Ну, есть у нас такое. Большинство маленьких игроков обычно не идут на подбор. И это остается работой для наших больших. Они не справляются, потому что, получается, два игрока против пятерых играют на подборе. Поэтому редко подбираем нападение. Вот мы видим, что в перерыве хороший разговор, очевидно, состоялся у Дмитрия Донскова с командой. Довольно собрано у Волга Чуваката начала вторую половину встречи. И уже впереди на 1 очко 40-39. И Хамон даже промахивается. А у нее была просто потрясающая результативность в первой половине встречи. Прежде всего, потрясающий процент попаданий. Три из трех. Двухочковые и два из двух из-за дуги. Екатерина, перерыв мы провели вместе с командой. Что сказал тренеру? Сказал, попросил играть более аккуратно на подборах на своем щите, чтобы нам не снимали мячи лишние. И нарисовал пару комбинаций, которые он бы хотел видеть в игре. Вот и все. 6-0 пока в третьей четверти. И вполне резонно, что тайм-аут берет тренер. А гостей? И вот мы уже отмечали в первой половине, что довольно любопытно. Такая церемония сначала между собой. Советуются тренеры Спарта НК. И только потом подходят к баскетболистскому. Видели еще в других командах нечто подобное? Нет, но, не знаю, мне кажется, пока честно, она всегда так работала. Сначала они принимают какое-то решение в своем тренерском коллективе. И, наверное, лучшее из этих решений они потом выносят на тайм-аут для всей команды. У нас же в команде все происходит по-другому немножко, да? Ну, как обычно происходит в командах, то есть сразу же начинается совещание. Да, Дмитрий Федорович всегда знает, что сказать. И обычно они прибегают к такому методу, не совещаются со вторым тренером. Так что у нас все намного проще. Вот вообще, если говорить о последних новостях в клубе, каковы новости о Насте Лагуновой? Что там с прогнозами? Все-таки месть уже нет на паркете. Могу сказать, что она еще восстанавливается. Она не начала бегать. И, если честно, я не знаю, когда ей разрешат это делать, когда там все срастется и так далее. Мы надеемся, что к плыву она будет готова. Я даже ничего не могу сказать по этому поводу. Сейчас на Вологде идут дома? Да, вот она сидит, болеет за команду. Фиолетовая кофточка. Тоже, наверное, сейчас волнуется. А вот тоже видим углори что-то с рукой, да? С предплечем. Да, на тренировке была игровая ситуация. Повредило плечо. И ничего серьезного. Просто решили перестраховаться этой роли. Лена Волоков тем временем забрасывает трехочковый мяч. 45-41 плюс 4 для Вологды. С опасением мы ожидали начала второй половины встречи как раз. Помятую о том, что Спарта НК сильнее проводит именно вторую половину игр. Но пока, пока на равных все. Гастусон набирает два очка. Свои очередные. Теперь уже 11 в ее активе. 45-43. Екатерина, кстати, о плей-оффе есть ли какие-то предпочтения по сопернику в первом раунде? С кем удобнее играть? А с кем было бы, наоборот, неудобно? Какие там вообще варианты? Иванова, Динамо ГВД. А, ну, нет, естественно, берем выше. То есть, что у нас? Надежда. Оренбург Курс. Ну, лично я надеюсь, это будет не Надежда, потому что, наверное, только одна из четырех игр, которые мы сыграли за этот сезон, с Надеждой, у меня получилось. Не знаю, с чем это связано. Но мне как-то неудобно играть с Надеждой. Ну, а так все остальные, я не знаю. Мне все равно. Главное играть. Есть вариант, при котором и Видное тоже окажется. На пути Вологовича авокадо, он уже в первом круге. Но есть проблемы с настроением, как вы отметили, действительно, у этой команды. С одной стороны, обыграли УГМК, чего никому не удалось в этом сезоне пока в России. С другой стороны, с трудом обыгрывают команды и старые половины. Ну, с трудом, если судить по счету, наверное, по игре это все равно запас какой-то есть у Спарты. Ну, и опять же, командам, которые находятся рядом с ними в турнире таблицы, они уступали тому же Оренбургу. Катя, что с настроем у нас в команде? То поражение в полуфинале Кубка Фиба, оно никак не отразилось? Вообще, руководство нас поблагодарило за то, что мы почти попали в финал. По идее, не стояло никаких именно задач, чтобы мы вышли в финал. Ну, конечно, все хотели, чтобы мы прошли дальше, и руководство, и мы, но не получилось, мы проиграли. И, ну, могу сказать, что через две недели мы об этом уже, в принципе, забыли. Наверное, когда будем играть на Москву, то будет какая-то обида и какая-то злость игровая. Но, я не знаю, это уже прошлое, это уже было, и мы на этом не зациклируемся. За кого, кстати, будете болеть в финале? За Динамо? За Торпио. Тем временем сокращают отставание. Баскетболистки Спарте Энд Каусюдеми и Якубу. Якуба, кстати, больше всех в составе Спарте набрала очков в матче против Вологда в первом круге. Но сегодня пока не столь успешно играет, шесть очков в ее активе. И фол, фол как раз у седьмого номера Спарте Энд Каусюдеми. Сейчас фиксируют арбитры в стороне от мяча. Шла борьба в районе трехсекундной зоны и нарушила правила. И забыли Якубу. Есть возможность несколько увеличить отрыв в счете. Вот, для чувакаты. Сейчас на паркете у нас получается в составе соперниц 4 иностранки. Если считать еще Ребеку Хамон. Лишь одна российская спортсменка. Екатерина, вот вы как относитесь к тому, что планируется в российском национальном чемпионате снять ремит на иностранок? Вы вообще за какой баскетбол? Чисто за национальный, за российский? Или все-таки какая-то умеренная доля легионеров может присутствовать? Так как в моей собственной стране никогда не стоял такой вопрос, то в российском чемпионате, если честно, мне все равно. Это, ну, даже где-то это у меня на руку, потому что я всегда была легионером здесь. И лимит легионеров, если они его уберут, то я не знаю. Я не знаю, если честно, что будет. Может, все сойдут с ума и накопят себе легионеров. Я не знаю. В Белоруссии как? Есть такая проблема вообще? Нет, в последнее время, наверное, еще года три назад, легионер был редким явлением в нашей стране. Сейчас это более распространенно. Это украинки, американки те же, эстонки. Но у нас никогда не было проблемы, что очень много легионеров. Я не знаю, как это скажется на российском чемпионате, на российской сборной в итоге. Не знаю, посмотрим. Если я не ошибаюсь, сезон Чаваката для вас – это второй выезд в Россию, да? Или больше? Больше. Я играл в Динамо в Москве, в Оренбурге три года, в Новосибирске. Так что, не знаю, четвертая команда? Чувствуется какая-то разница, нет, между игрой в разных командах? Конечно, чувствуется. В каждой команде это совершенно разный баскетбол. В Вологде как вам? Как сама игра и как вообще отношения в команде, в городе? Ну, в команде, я не знаю, у нас все в порядке. Мы, не знаю, друг с другом дружим. У нас нет никакого напряжения в человеческом общении в этом плане. Не знаю, хорошая команда мне нравится. Слушай, матч близится к своему апогею, скажем так. Вперед выходит уже команда гостей 50-51. И очень важный момент, наверное, сейчас. А в этой встрече вела Чаваката в счете по ходу третьей четверти. Сейчас вперед вышли соперницы. И не сломаться сейчас, пожалуй, одна из главных задач. Не дать возможность подмосковному клубу уйти в отрыв. А вон с мячом на передаче на Дюпри. Там пыталась продавить Соловьеву. И персональное замечание получает. Баскетболистка Вологда Чавакаты. Третий командный фолл в этой четверти. Катя, возвращаясь все-таки к сравнению команд. Болельщики, как Вологни. Чувствуется вообще движение фанатское? Да, мне нравится. У нас есть фан-сектор, но и люди простые, которые просто приходят с детьми провести воскресный вечер. Тоже они сидят молча. Болеют и переживают. Курсанты? Курсанты, да. Когда-нибудь за вас болели курсанты, кроме как в Вологде? Да, Динамо. Динамо ГУВД Новосибирская. Ну, ГУВД, соответственно. И да, были курсанты, уже болели. А как, кстати, отметили 8 марта? 8 марта. Было какое-то мероприятие внутри команды? Нет, мы поздравили. Наши мужчины из руководства и из тренерского состава 7 марта. Потому что 8 марта у нас был выходной. И каждый провел, как провел, не знаю. Часто приходится и вообще получается с командой куда-нибудь выбраться? В кино, может быть, в кафе? Или так устаете друг от друга и так на тренировках? Нет? Ну, это... Сейчас я соберусь. У каждого все равно своя компания. Кто-то с кем-то общается больше, меньше. И выходные кто-то проводит один, кто-то проводит вместе с девчонками, где-то кино и так далее. Ну, пару раз выбирались, было дело. По Вологе вообще приходилось гулять, знакомиться с местными достопримечательностями? Ну, немножко гуляла в начале, когда еще приехала. Ну, так, в принципе, зал, дом, все, по идее. Давайте последим за концовкой к третьей четверти. Минуту и семь секунд остается играть. 50-53. И атака Спарты. Аккуратнее сейчас следует играть в Вологжанком. Четыре командных замечания у них на счету. Ну, в который раз мы уже видим, что Кузина бросает издали, либо за средней дистанции. Ни разу не попала, но продолжает атаковать. На ваш взгляд, с чем такое упорство связано? В общем-то, не ее дело ведь бросать издали. Да нет, Кузина обычно, как сказать, считается снайпером в российской сборной, в российском чемпионате. Она может попасть в треху, может быть, кому-то кажется, что это сумасшедшая треха с восьми метров, но это я в ее стиле, так скажу. Так что человек чувствует, что он забьет, чувствует мяч и почему бы не бросить. Пробиваются тебе все штрафные. Кольцом в Вологдан Чавакаты. Один из двух только реализовали сейчас. 50-54, давненько не набирали очков в хозяйке Паркета, Силева. Отошли все от нее, но, естественно, на бросок не решилась, налековато было для нее. Силева заливает со скоком от счета. Очень вовремя. 53-54. С разговорами даже не заметили, как у нас Дарья появилась на паркете. Продержит этому мяч до последних секунд сейчас в гости. И снова бросает Кузина, снова не точно. И фол. Ну, это только третье профессиональное замечание в этой четверти, поэтому времени на атаку практически не осталось. У Вологды показывает нам Светлану Махлину. Полсекунды очень сложно выбросить в такой ситуации. Катя, как бы вообще Светлана вписалась в коллектив? Она ведь пришла немножко позже, практически в посредине сезона. В коллектив вписалась спокойно, хорошо, потому что она знала многих девчонок. Она была здесь, до этого провела сезон. И, в принципе, вернулась назад, домой. И я не думаю, что именно адаптация в коллективе заняла много времени для нее. Может быть, как-то выучить комбинации, подстроиться под командный темп и так далее, это намного тяжелее, чем влиться в коллектив. Ну, сейчас мы видели на последних секундах бросок, фактически, своей трехсекундной зоны. Вам удавалось забивать когда-нибудь очень издалека? Какое самое дальнее расстояние? Даже на тренировке пускай. Не, на тренировке не считается. В игре как-то забило с центра. Просто бросило в сторону кольца, и он попал. Ну, не победно, но все равно приятно. А есть ли смысл такие броски отрабатывать? Скажем так, на тренировках или в игре все равно этот навык практически не поименим? Нет, в многих командах, даже у нас в сборной, часто практикуется после тренировки. Мы можем собраться в центре и бросать до первого забитого, не знаю, на шоколадку, допустим, или что-то в этом роде, на интерес, чтобы было интересно. Так что в каком-то смысле мы отрабатываем эти броски. И я думаю, такие броски могут пригодиться. Одно очко уступает Чуаката после трех четвертей. И не исключено, что сегодня как раз тот день, когда такой бросок может пригодиться одной из команд в концовке этой встречи. И посмотрим, кого выпустят сейчас на площадку в этой четверти. Пока не стартовая пятерка, скажем так, у Спарты. Берегут своих лидеров, видимо, на концовку. Видим только Дюпри и Хамон из стартового состава. Пока у Спарты начинают эту четверть. У Волога, в принципе, ничего не меняется, разве что... У Волковой нет пока на площадке. Тоже думаю, как раз с ее дальними бросками может пригодиться во второй половине этой четверти. Предельно аккуратными в этой четверти нужно быть Виктория Соловьева и Юлия Киселевой. У них по четыре персональных замечания. Значит, что еще одно, и они отправятся досрочно на скамейку запасных. Да, это может быть проблемой. В общем-то, две большие у нас на четырех валах. В то время как Спарта как раз обладает очень мощными физически игроками под щитом. И, конечно, без больших очень сложно будет бороться и так. В общем-то, щит проигрывается пока по ходу этой встречи, но без Киселевой Соловьев совсем станет тяжело. Не удалось Столяру подобрать мяч внизу под щитом. И нужно обороняться теперь. Снова ей доставляется мяч и чувствует свое превосходство в силе. Американка, естественно, намного она и выше, и мощнее Столяр. Поэтому, в общем-то, предоставили ей право один в один разобраться. Шла здесь на помощь Юлии Киселева, но слишком поздно. И с фолома забила американка. Растет преимущество гостей. 53-59 уже становится после этого попадания с линии штрафных. Ай, дюбри. С чего Вологда может еще продолжить сопротивление, скажем так, в этой четверти? Я надеюсь, что они смогут отыграть в защите хотя бы несколько эпизодов, чтобы немного сбить этот темп у Спарты. И в нападении, не знаю, если не получится забить пару трешек, то стоит переключиться на нападение через зону, через Киселеву или через Глорию. Просто действовать более разнообразно. Не наносит мяч сейчас до корзины Якубу. Не нужно спешить сейчас. И Джонсон без помех издали забивает три очка. 56-59. Как-то подзабыли совсем про Вологодскую американку сейчас соперницы. Вообще никто не выдвигался ей навстречу. Хотя, я думаю, прекрасно знаю, что это самая опасная игра в составе Вологды. И берет тайм-аут Дмитрий Тонсков. Глория Джонсон 20 очков уже набрала. В этой встрече вновь она самая результативная. Не только в составе Чувакаты, но и в целом в матче. Дюбри 17 очков набрала. Она это самый результативный игрок в составе Аспарты. 7 минут 57 секунд еще играть. Четвертой четверти. Пять очков отставания Чувакаты. Ну и решил именно сейчас вмешаться в ход событий. Дмитрий Тонсков. Возможно, сейчас Елена Волкова вернется на площадку. 12 очков сегодня в ее активе. В том числе есть и дальние попадания. Да, мы видим, что Волкова выходит на площадку. Ежова махли на 6 человек почему-то появляется. Томас оказывается лишний. Неплохой матч, что не Томас проводит. 14 очков. Для нее достаточно серьезный показатель. По результативности. Ежова. Не попадает. Неплохо, в общем-то, вывели ее. На дуге. Без сопротивления атаковала, но промахнулась. И вновь Хамон. Угрожает проходом. Дюбрии. И нужно забирать этот мяч. Но вдвоем были еще. Джонсон и Киселева. Немножко помешали, похоже, друг другу. Остается мяч у Спарты. И будет полное время на атаку. Да. Все 24 секунды будут у гостей. Чтобы привести эту атаку, спешить не будут. Тяжеловато здесь. Омахленный. Размен такой. Невыгодный явно для Чавакаты. Очень мощная француженка. Тем не менее, справились с ней. Пожалуй, цену. И Волкова со средней дистанции атакует не точно. Ну и на подборе уже практически никто не борется здесь. Промахивается, в общем-то. Здесь повезло Волокжанкам. Из своей излюбленной позиции. Да. В общем-то, игра как раз в Дюбрии. Вот так вот, где-то с двух-трех метров атаковать и из-под кольца она в данном случае пробахнулась. И появляется первое командное замечание и у Спарты. Ну, в общем-то, дают шанс сопернице Вологде. Несколько неудачных атак. Но и Волокжанки, к сожалению, тоже не могут никак поразить кольцо Спарты. Хамон забрасывает мяч на дугу. Сама же будет атаковать издали. Никто даже не попытался помешать ей. Уверена, кладет мяч в корзину. По-моему, третье уже попадание Хамон. Трехочковое. Посмотрим, кто у нас сфалил сейчас. Симон Агастус зарабатывает первое персональное замечание в этой встрече. Второе командное. Мы видим на повторе, что внизу сфалила в борьбе за мяч. Американка. И появляется на площадке у нас Ульяна Шулепова, номер пятый. Это ее первый выход за сегодняшний матч. Знаем мы, что она тоже иногда очень уверенно кладет трешки в корзину. Неудобно было Томас бросать. Отличная борьба в исполнении Юлии Киселевой за мяч. И Джонсон. Набирает очередная. Два очка. 58-64. И вновь уверенный бросок с дальней дистанции. Агастус набирает очередные очки свои. 19 уже в ее активе. Растет преимущество у нас парка ЛНК. 9 очков уже. Отставание Вологды. И менее половины четверти остается играть. Вот Шулепова издали. Промахивается. Гастус. Гастус. В общем-то мы и предполагали, как мы опасались. Берет последний тайм-аут в этом матче Дмитрий Донсков. Если бы, Екатерина, вы сейчас были там рядом со скамейкой запасных. Были бы, может быть, в качестве тренера. Вот что бы вы сейчас сказали девчонкам? На что обратить внимание нужно? Ну, сейчас девчонки играют в зону защиту. Естественно, что они не успевают по периметру, потому что вся зона защиты концентрируется в трехсекундной зоне, логично. Поэтому пропустили уже две трехи, и двух очков бросок тоже был, в принципе, дальний. Я не знаю, я бы перешла на личную, наверное, если у нас не получается зонная. Ну, посмотрим, что тренер скажет. Любопытно посмотреть, совпадут ваши мнения сейчас или нет. Итак, 4 минуты 32 секунды. Остается играть команда в четвертой четверти. 58-69. В общем-то, даже в случае поражения ничего страшного не произойдет для Вологды. Команда уверенно занимает шестую позицию в турнирной таблице. И два тура всего лишь останется провести на первом этапе чемпионата премьер-лиги. Ну и далее плей-офф самое интересное. Вот там уже нужно будет показывать все, на что способны. Кто знает, может быть, сегодня будет очередная сенсация, уже третья по счету после Курской надежды. Тоже очень хотелось бы на это рассчитывать. Агасту с мячом. Клавьеру. Довольно быстро мяч передают. Подмосковные баскетболистки. Не просто оборонятся в такой ситуации. Быстро ходит мяч по периметру. В этот раз не получилось вывести кого-то на бросок без помех, как в предыдущих атаках. Джонсон. В линию ее не пустили. Приходится с разворота бросать. И удачно это делает американка. 60-69 становится счет. Хамон с мячом. Дюпри дотянулась все-таки. Если быть побыстрее, то могла бы сама и забросить. И вновь подбор за Дюпри. Говорили уже о том, что по подборам в 2007 году она была второй в Уржанской национальной баскетбольной ассоциации. Поэтому мало у нее достойных конкурентов в этом компоненте и в российской премьер-лиге. Томас сама бросает. И сама попадает. Сорбатывает два очка. И надежду какую-то дает поклонникам Чувакаты. Минус 7 за 2.45 до завершения четвертой четверти. И должен сейчас обороняться. Защищаться. Дюпри. И Хамон издалее не попадает. Хотя было видно, что уже пошла. Была, наверное, уверена, что цели достиг. Томас. Передача на Джонсом. И сама пытается завершить эту атаку Джонсом. И не успевает на подбор. Чуть-чуть не повезло. Очень важно было забить именно сейчас. Когда бы шанс был на то, что поворосы. Нужно подбирать мяч здесь. Сейчас все разобрались на этот раз между собой. Подсказали, кому играть. Кому забирать подбор. Ну, сейчас фолы. Четвертая командная будет уже у Спарты. Махленый и Столяр выходят на площадку. Вместо Шулеповой и Волковой. Минуту 52 играть. Нужно забивать два штрафных. Первый точно. 17 очко. Томас набирает. Мне кажется, это будет лучший матч в этом сезоне. 18-е свое и 64-е для Чувакаты. 64-69 минуту 45. И вновь, вновь нужно защищаться. Да, упустили сейчас Веру. Ну, за счет, в общем-то, преимущества. В росте 2 метра. Рост этой центровой и просто высокая передача пошла там. Сложно было ее перехватить. Поспешный бросок. Ну и, как следствие, неточный. Здесь в Махлено на видении забирает у Петрович мяч. Толомас нужен бросок трехочковый. Не решилось издали бросать Соляр и Джонсон здесь подбирает в самый нужный момент. В чем-в чем, а в умении бороться не откажешь. Джонсон. Минуту 7 секунд еще играть. В четвертой четверти. 64-71. 7 очков. Отставание. 25 очко Джонсон. В общем-то, американки сегодня лучшие в составе Вологды. Но пока этого недостаточно, чтобы обыграть спарту НК. Так, минус пять. Что с ним стоит ли фалить сейчас тактически? Нет, не думаю. Уже не успеем. Осталась минута. У нас только два командных фала, поэтому... Не знаю, мне кажется, мы вряд ли будем сходить. Просто уже это играем игру до конца, так как есть. Ну что ж, последняя минута пошла. Минус пять. На табло. Махлено издали. Близко было, но, увы. В какой-то момент показалось, что может мяч провалиться в корзину. Но домашнее кольцо не приняло этот мяч. Что ж, будут все время, наверное, использовать на атаку, отведенной им. Гости. Джонсон получает персональное замечание. Пробиваться не будет этот фол. 26 секунд играть. Агасус будет вбрасывать мяч из-за лицевой линии. Дюпри не стал атаковать. Семь секунд учились на атаку. И до последнего. Хамон держала мяч. Джонсон, ей нужно побыстрее, побыстрее доставлять мяч. На половину площадки Спарты. Последние секунды истекает. Но нужно бросать уже. Найдет бросок. Вновь не точно. Джонсон. И на этом все. Не случилась победа, но красивый баскетбол мы сегодня точно увидели. Я думаю, с этим согласятся мои коллеги, это точно. Вполне достойно выглядела Волода Чаваката в матче с одним из фаворитов нынешнего чемпионата. С одним из сильнейших клубов Европы. Последних лет, в том числе и в этом сезоне. Спарте остается пожелать удачи в финале восьми Евролиге. Ну а Волода Чаваката два матча еще проведет в чемпионате премьер-лиги на первом этапе. И далее плей-офф тоже ждем с нетерпением, как, наверное, и вы, Елена, этих матчей. Да. Спасибо большое вам сегодня за такое небольшое интервью. Было интересно с вами пообщаться. Вам удачи, скорейшего выздоровления, чтобы уже в следующем матче мы вас увидели. Ну а нам, наверное, можно уже прощаться. Да, пришло время прощаться. Еще раз напомним итог матча 66-71. Вологда уступила в спарте НК, но грустить не будем. Продолжение настроения, думаю, у всех все равно сохраняется. Ну а этот матч вам помогали смотреть Екатерина Снытина, Евгений Осколков, Владимир Сентябрев, режиссер трансляции Владимир Басов. Всего доброго и завтра встречаем.